Выдержка лучше богатырской мощи, и кто владеет собой, сильней покорителя городов. Когда у тебя много всяких желаний, знаешь, ты хочешь там, вот эта жажда, наживы всевозможные. Сколько сегодня манипуляций в торговле, сколько сегодня манипуляций в бизнесе, сколько манипуляций есть, когда там приходят эти письма от неизвестных тебе доселей нигерийских богатых родственников. Вроде бы никого у тебя чернокожего не было в роду, а надо же, оказывается, родственники есть, и не просто там, они вообще богатые такие и при смерти, некому оставить. И у человека уже, о-о-о, тут я вот иду, там считаю, в магазине хватит, не хватит, а тут мне сразу миллионы долларов приходят, да, и у тебя уже такие мечты, 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 да. Вот это все же жажда, наживы, стремление чем-то владеть, надо и не надо, а у меня будет крутой такой ноутбук, все скажут, о, какой у меня крутой ноутбук, сто лет тебе такой ноутбук не нужен, а вот чтобы был, вот у меня именно такой вот, и не такой вот. Чем больше у тебя вот этих вещей, которые Библия называет «дело плоти», тем легче тобой манипулировать, тем легче тобой завладеть, чтобы тобой через манипуляцию не завладели другие, вот эти лукавые, коварные, хитрые, наушники, научись владеть собой сам, учись обуздывать свои желания, свои всевозможные хотелки, потому что нашим хотелкам нет конца, поэтому нас и покупают эти люди, да, вот смотри, там приходят, а вот есть у нас набор ножей, есть один нож, тебе нормально, один большой, один маленький, а вот тут 30 ножей, и объясняют, вы знаете, вот этим можно то, вот этим можно то, а этим можно то, а этим можно то, и сегодня только за полцены, но если вы возьмете за полцены, тогда мы еще вам дадим вот эту вот точилку к этим ножам, и она такая, вот эта точилка, да, вот суперточилка, И к этой суперточилке мы еще вам даем пылесос, например. Этот пылесос, вообще сейчас такая акция, просто за треть цены его покупаешь, если вы покупаете за треть, то еще вам зонтик будет, да? И вот так вот идет, и в итоге ты остался, у тебя пылесос, зонтик, ручка, набор ножей, ничего не надо из этого. А надавали тебе, надавали тебе. И потом, ой, что такое, меня обманули. Да, они хитрые, да, они тобой манипулировали, да, они тебя обманули. Ну на что они тебя поймали-то, а, дорогой? На то, что у тебя куча ненужных вещей. А что было, эти наборы ножей, там, еще что-то такое. Я знаю, у нас просто у самих наборы ножей, вот эти какие-то есть, непонятные вот эти. А мы пользуемся двумя, большим и маленьким. Есть какие-то стороны с зубчиками, они вообще для каких-то загадочных вещей, которых я в жизни не знаю. Там есть какие-то вот особые, какими-то вот загигулинками они там какие-то, вот особые ножи. То есть ими какие-то пользуются особые люди, не из моего мира вообще. Вот, они пользуются, да? И ты, зачем это? Ладно, мне подарили это там, может быть, кому-то продали, ему не надо, он говорит, а подарю пастору. Подарили мне эти ножи, да? Как-то я не переживаю там это. Вот сейчас Новый год, может, кому-то подарок грядет сейчас хороший. Будет, да, вот у нас. Бери Новый год, то, что мне как бы не подойдет. Вот, и вот у нас вот так вот это все, да? Вот есть куча вещей там. И какой-то пылесос там вот этот вот какой-то. У тебя есть нормальный пылесос? Он нормально пылесосит. Но этот пылесос, он не только, он еще и песни поет, когда музыку играет и крутится. Вот и гоньки у него еще. Может, ночью не наступишь, да? Вот, ты же как спать ложишься, ты же обязательно на пылесосе, чтобы ночью. Вот, зачем это все, все такое? Надавали тебе, сидишь, накупил, да, всего, да? Вот, и куча ненужных товаров и ипотека. То есть кредиты нормальные. У тебя же денег нет, тебе же. Но ты не мог от такого выгодного предложения отказаться, и ты взял кредит? Что еще делать-то? Кредиты надо, да? Вот, поэтому, дорогие, вот, надо стараться вот владеть собой, владеть своими желаниями, четко понимать, что тебе надо, да? Я вообще стараюсь, когда вот я в магазин иду, я вот, я знаю, некоторые любят просто вот идут в магазин, себя посмотреть, других посмотреть, себя показать. Вот они ходят, что-то рассматривают. У меня есть всегда, либо список от жены, вот он есть, вот тут, что нужно купить, вот, и по каждому пункту я еще совещаюсь. Вот, если вопросы возникают, чтобы ни то не купить, да? Ну, или если я сам покупаю, то я вот пошел вот уже, я пошел покупать себе там зимние ботинки. Вот я вот выбрал такие, пошел покупать себе ботинки, да? Вот, вот и все, да? А когда люди вот пытаются, то им навяжут вот то, что им надо, то, что им не надо. Поэтому вот у кого-то вина, у кого-то страх, у кого-то еще, у кого-то там на слабо могут взять, да, слабо тебе думают, да нет, как это мне слабо, да мне не слабо. Покупают нас. Там целые методики есть, как манипулировать людьми, близкими людьми, в семье манипулировать, женщины манипулируют мужчинами, мужчины манипулируют женщинами, начальники манипулируют подчиненными, подчиненные манипулируют начальниками. Куча есть методик. открываешь интернет, бейте, как манипулирует начальником. И там это, 10 способов. Как манипулирует подчиненным. 10 способов. Как манипулировать женой. 10 способов. Как манипулировать детьми. 10 способов. Ну и наоборот тоже работает. Вот и происходят у нас такие столкновения. Происходят такие столкновения. Потом драгоценные, что еще? Очень важно. Понимаете, часто нас, нами манипулируют, когда мы в какой-то сфере невежественны. Когда, например, ты ничего не понимаешь в ноутбуках, тебе так называемый продавец-консультант может навязать то, что тебе вообще никогда в жизни не пригодится. Ну, за что ты заплатишь большие деньги? Поэтому сегодня время такое, когда нужно разбираться в чем-то. Хочешь что-то там приобрести, купить? Ну, посмотри, получи какую-то информацию. Наше невежество, это путь, как нами манипулируют. Есть вещи, в которых я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я стараюсь это исследовать. Есть вещи, в которых я до конца не могу прийти к какому-то выводу, например. Не могу я к ним прийти до конца, к выводу. Я стараюсь, пока я нету ясности, не знаю. Вот, например, у нас вроде бы отгремела пандемия. И вот у многих отношения, часто полярные, к тем же самым прививкам, да? Надо прививки, не надо прививки. По сути, должны люди, которые разбираются. Медики, биологи, вирусологи. А у нас же куча людей, которые там, журналисты, блогеры, которые там ради хайпа знают, не знают. Куча все забито. Какой-то странной информации. И поэтому, я вам скажу честно, вот на сегодняшний день у меня нет никакого определенного мнения на этот счет. Почему? Потому что, с одной стороны, я не против прививок. Я знаю, что прививки в истории человечества принесли немало добра. И это правда. И глупо это отвергать. С другой стороны, вот эти прививки, которые сегодня есть, они какие-то странные прививки. И там и сроки непонятные какие-то. И воздействия. И есть немало людей, которые после этих прививок болели так, что ой-ой-ой. Да? Поэтому, скажешь, Виктор, у тебя какое мнение? Меня часто спрашивают. У меня пока никакого мнения нет. Потому что у меня нет достаточно информации. Я сам не специалист в этой сфере. А то, что я вижу, информация противоречивая есть. Противоречивая. Но часто, вот за счет невежества, очень легко нами манипулировать. Поэтому будьте всегда внимательны в тех сферах, где вы что-то мало знаете или вообще ничего не знаете. Ну и, наверное, одна из самых главных вещей, которые мы должны научиться, я даже об этом целую проповедь делал, это научиться говорить нет. Поймите, это по Библии. Это будет ваше слово «Да-да» или «нет». Нет-нет. Целая проповедь у меня была «Не бойся говорить нет». Потому что мы иногда бывают такие любезные, но нам неудобно отказать. Ну как же? Потому что ведь манипуляторы, они хоть хитрые, но они бывают такие обходительные, такие тактичные. Они делают вид, что только из-за нас стараются, а мы еще упираемся тут. Он же ради нашей же пользы старается. И как же такого милого, чудесного человека остановить словом «нет». Мне это не надо. Вы обратите внимание, когда ты говоришь «нет», часто этот милый и любезный человек, он превращается, с него эта быстрая любезность спадает, когда он слышит слово «нет». А мы боимся конфликтов, мы не хотим противостоять свое «нет». И мы часто соглашаемся на то, что нас в конечном счете разрушат. Поэтому, драгоценные, не бойтесь говорить «нет». Не бойтесь говорить «нет». Ну и последний мой совет, что бы я вам советовал, мне очень сильно в этом помогает как раз молитва тишины или молитва созерцания. Потому что часто, когда нами манипулируют, нам пытаются не дать время подумать, не дать остаться в тишине, а вот нужно срочно-срочно, если ты сейчас откажешься, то это чудо-предложение уйдет другим. Поэтому прямо сейчас время для рассуждений «нет». Давай прямо сейчас, да не будь дураком. Выгодное предложение. Такое бывает раз в жизни. Только сейчас, только немедленно. Прямо вот. У меня даже вот сотрудник из банка, прямо сейчас он тебе деньги дает. Вот прямо сейчас подписывай. Давай паспорт. Все. Моментально. Езжай домой с кастрюлями. Все срочно-срочно. Вот никогда не покупайтесь на такую срочность. Особенно, когда важные решения в жизни. Важные решения. Не покупайтесь. Возьми время. Как говоришь, я должен побыть с Богом, да? И знаете, когда вот ты остаешься с Богом, вот эта вот атмосфера манипулятора, все срочно, прямо супервыгодно, давай немедленно, давай не мешкай, вот это нагнетается атмосфера, нагнетается атмосфера. ты остаешься один, тишина приходит. Ты начинаешь молиться, и ты начинаешь словно видеть со стороны, ты думаешь, Господи, зачем мне эти ненужные ножи? зачем мне это какой-то навязанная мне медицинская услуга? С чего? Я решила, а сколько сейчас таких медицинских услуг? Бесплатно проверяем, помогаем людям. Тебе, о, брат, у тебя вообще дело, сейчас нужно прямо, даже домой не иди. Срочно тебе мы сейчас, у нас как раз вот эта есть вот процедура, она не дешевая, но без нее, брат, долго не протянешь. То есть пытаются вот именно, чтобы ты не подумал, да? Когда ты начинаешь оставаться один, вдруг многие вещи, они проясняются у тебя в жизни. Ты словно со стороны это видишь, когда этот шум суетливый, воздействие манипуляторов успокаивается, ясность приходит, картина становится ясной, картина для тебя становится понятной, дорогие. Понятной. Понятной. Понятной.